На вернисаже представлены фотографии, выполненные участниками научной экспедиции Музея древнебелорусской культуры. Все эти работы тесно связаны с историей нашего края, с судьбами известных погнадских и шляхетских родов. Большинство памятников артитектуры и искусства, запечатленных на фотографиях, отличаются высоким художественным уровнем и внесены в государственный список историко-культурного наследия нашей страны. Эта выставка явилась, по нашему мнению, своеобразным продолжением предыдущей, организованной в прошлом году под названием «Возвращение святынь», которая была посвящена православным памятникам Брещины. Но мы знаем, что наш край, находясь на перекрестке европейских дорог, отличается поликонфессиональностью, многогранностью своей культуры, и памятники католической культуры тоже занимают в нем важное, заметное место. Доминиканский костел в Пржанском районе, возведенный по инициативе канцлера Великого княжества Литовского Льва Сапеги. Костел Святой Троицы в деревне Волчин Кабинетского района, тесно связанный с личностью последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского, каплица в деревне Закозель Драгичинского района. Эти и другие архитектурные ансамбли создавались под влиянием западной и восточной культур, и поэтому соединяют в себе черты как католического, так и православного мира, сохраняя свою самобытность. Требо сказать, что вот такая, она заховывала устойливые рисы на протягу с того годом, как стиль, который имел выразные мастерские особенности, но уже в эпоху Ренессанса, и он сполучался с Ренессансом. Ну и, как это не длинно, элементы готики, мастерские элементы готики, мы можем встретить в 18-м загоде, в другой половине 18-го гастагодия. Наша готика отразится по своих конструкционных особенностях, но вонке я намаю выразную гатичную формальную стилистику. Сегодня в рамках государственной программы развития и сохранения культурно-исторического наследия осуществляется реставрация и восстановление объектов старины. Процесс воссоздания памятников архитектуры охватывает не только культовые здания, но и замковые комплексы, усадьбы и парки. В будущем году планируется продолжить реставрационные работы во дворце Немцевичи в Скоках, возобновить реконструкцию каплиц Древней Закозель и Грушевки Ляховического района. Продолжается работа над восстановлением дворцового ансамбля в Ружанах-Сапех. Вот имеется уже значительная работа проведена по восстановлению въездной брамы. Там сегодня хороший интересный музейный комплекс, который пользуется уже довольно большой популярностью у туристов. Рельс идет о том, что будут продолжаться работы по воссозданию правой части замка, именно театра и манежа. Данная экспозиция – прекрасная возможность для жителей и гостей города познакомиться с памятниками архитектуры и искусства нашего края. Многие из них уже успели стать визитной карточкой культурной Брещины, поэтому сегодня необходимо сохранять и восстанавливать богатое наследие нашей истории, выраженное в объектах искусства.